Мы сказали, что мы готовы, но в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на Земле остались другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать. А под реалиями на Земле, я имею в виду не только дислокацию и линию соприкосновения, но и наличие у нас поправок в Конституцию, наличие четырех новых, старых, исконных наших регионов, это все должны прекрасно понимать. То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Вот, казалось бы, только минута текста, а вопросов больше, нежели ответов. Ну, во-первых, а что со старыми регионами, те, которые сейчас затопило по крышу домов водой, что с этими старыми регионами, они как бы будут вычеркиваться с Конституцией или будут продолжать находиться в Российской Конституции? Ну, и, собственно, Лавров вышел, дал интервью трем радиостанциям, рассказал о том, как все прекрасно на территории России, и то, что истерика насчет поражения России подтверждает агонию Запада и так далее, и тому подобное. Но такое ощущение, как будто, вот когда Лавров говорит, у меня такое ощущение, как будто, знаете, крейсер Москва еще до сих пор цел. Ну, нет же, ну, на дне находится все это время. Но почему-то Лавров себя ведет так, как будто вот все цели СВО были достигнуты еще позавчера. Игорь Александрович, есть у вас такое ощущение? Добрый вечер, Екатерина Валерьевна, рад вас приветствовать. Слава Украине. Героям слава. Значит, ну, когда Лавров упоминает нецензурное слово, ну, просто матерное слово Конституция, то становится как-то неловко. Сразу думаешь, ну, вроде как министр иностранных дел и так ругается. Конституция это, я имею в виду Конституция России, это то, что использовано самым грязным, самым извращенным образом. Поэтому, когда он ссылается, у нас же в Конституции, вот, ну, слушайте, что у нас было в Конституции, что у нас стало с Конституцией, это отдельная история. Когда ее пользовали, так сказать, хором на пеньках, все, кому не лень, это отдельная история. Значит, по поводу, да, по поводу того, что исконные, еще замечательно, исконные наши территории. Значит, ну, вот, если послушать Путина, который говорит, что вообще границы России не кончаются нигде, то исконными нашими территориями, русскими территориями является вообще практически весь земной шар. И это не, вы знаете, это не, скажем так, это не какая-то фигура речи. Просто вот, если послушать российский телевизор, то, в принципе, исконные территории российские. Это и Аляска, это и Калифорния, там тоже когда-то были Форт Рост. Это и Польша, и Финляндия, так сказать, ну, и вообще, так сказать, везде, где наступала нога русского человека, тут же говорится, что это вот исконная русская территория. В российском телевизоре давным-давно уже говорится о том, что вся Украина должна стать русской территорией. Вся. И Киев, мать городов русских, и, значит, и Харьков, и так далее. Поэтому это все, вот это тоже важное замечание насчет исконно русских территорий. Что же касается переговоров, ну, понятно, это еще одно неприличное, нецензурное слово, которое употребляет министр иностранных дел Лавров. Вот. Поэтому, ну, как к этому относиться? Относиться очень просто. На самом деле никаких переговоров не будет. Любые переговоры – это способ отвлечения внимания, это позиция, которую занимает Путин для того, чтобы сказать, вот я миротворец, я готов к мирным переговорам. И, кстати говоря, очень четко объяснил Лавров, что на время переговоров Россия будет, даже если они вдруг состоятся, Россия будет убивать украинцев. Ни на секунду не будет продолжать заниматься своим любимым делом. В общем, она занимается. И это Путин каждый раз выходит к своим помойкам, называемым СМИ, и говорит о том, что мы же не против переговоров. Разве мы против переговоров? Конечно, давайте поговорим. Ну да. Значит, вытирая, значит, окровавленные руки и вытирая, так сказать, клыки, с которых стекает кровь украинских детей, он, значит, говорит о том, что он замер. Значит, ну и вообще в целом вот вся эта позиция, разговор о том, что Запад давно, давно там, я не знаю, умирает, значит, и так далее. Ну это уже действительно, это как-то настолько уныло, настолько это позавчерашний день, что уже, так сказать, я не знаю. Ну рассчитано это, безусловно, на вот эту вот аудиторию, которую условно можно назвать отряды Путина. Ну есть какая-то группа людей в России, которые в это по-прежнему верят. Источником их информации, источником их знания о мире является вот российский телевизор. Ну здесь что делать? Это лечится очень долго, как известно из истории Третьего рейха, истории Германии послевоенной. Так что, ну вылечит в конце концов. Это лечится, но это лечится не словами. Ну вот что касается, например, того же Курган, да, вот как-то интересно, оно уже, этот город уже вычеркнут с Конституции России или как-то еще существует? Ну вот как бы вопрос остается к Лаврову открытым. То есть это же не только один город, а Оренбург, а Орск, а все предыдущие города, которые затопило, они как в Конституции вписаны или нет? Как бы вопрос остается, вот это ругательное вот это слово. Да, Тюмень, Томск, то есть на самом деле значительная часть регионов России сейчас находится под водой. Значит, вы понимаете, Путин, кстати говоря, так и не появился ни в одном из этих регионов. Это просто, ну, о чем он может сказать? Им наплевать совершенно на людей, которые лишились жилья и которым не оказывается никакая помощь. Это так же, как им наплевать на жителей Белгородской области, на жителей Белгорода, которые находятся фактически в условиях. То есть война пришла уже, война пришла в Россию. Она еще не в такой степени, конечно, не в такой степени, как в Украине. В Украине она уже 10 лет, а особенно последние два года она полностью, вся Украина находится в войне. В России пока война пришла самым краешком. И на самом деле то, что происходит в Орске, в Оренбургске, в Томске, в других городах, ну, прежде всего, это Урал, Южный Урал и Западная Сибирь прежде всего. Но это же не только там и Самара. То есть на самом деле, ну, неожиданная такая история, что каждый раз российское начальство удивляется, что зимой выпадает снег, а весной он тает. И поэтому возникают паводки, возникает затопление. А поскольку сейчас вся гражданская инфраструктура находится в положении золушки, в положении падчерицы, и никто на это внимания не обращает, ну, кроме коррупционеров. Замечательная история с мэром Орска, самым пострадавшим у города, который украл больше половины того миллиарда, который был выделен на, значит, строительство дамбы, свалил все на мышей. А потом выяснилось, где эти мыши, которые прогрызли, сгрызли дамбу, сгрызли этот миллиард. Выяснилось, что вот одна из самых таких жирненьких мышей находится в Дубае. Это сын как раз того самого мэра Орска, который за 33 миллиона приобрел себе квартирку в Дубае и прекрасно там живет, очень хорошо себя чувствует. Вот такая вот толстенькая, очень ухоженная, очень сытенькая мышь, которая украла, так сказать, ну, и, по крайней мере, стала бенефициаром этой кражи и прекрасненько утащила эти уворованные деньги в Дубае. И там демонстрировать свой патриотизм. Ну, собственно говоря, это все старая история. Коррупция плюс абсолютно помноженная на то, что сейчас гражданская инфраструктура и вообще гражданский сектор экономики находится в загоне полном. Война – это то, что интересует. Убийство украинцев, персональное убийство украинцев – это то, что интересует Путина. Что, собственно говоря, ну вот сейчас то, что только что вы указали Лаврова, который по недоразумению называется министром иностранных дел, хотя на самом деле он, конечно, никакими иностранными делами не занимается, он занимается пропагандой. Вот. Ну, по сути дела, это такой филиал, филиал Соловьенова помета, имеется в виду то, что он представляет из себя министерство иностранных дел. Вот. Так что здесь с регионами России, которые находятся под водой, здесь все понятно. В свое время Путин очень четко сформулировал свое отношение к подобного рода событиям, когда он комментировал, отвечал на вопросы журналиста, что случилось с подводной лодкой «Курск». Он так чуть-чуть улыбнулся, сказал, что она утонула. Вот. И насчет Орска тоже. Ну, утонула, утонул. И я думаю, что если когда-нибудь все-таки Путин окажется в уютной камере в Гааге, то на вопросы там будут его журналисты спрашивать, что случилось. Вот. Тут страна как-то называлась Россией когда-то, что с ней случилось. Он тоже скажет. Она утонула. Вот. Это его отношение к людям, его отношение к людям, которые до сих пор... Ну, вот это действительно проблема. Самая главная проблема – это, конечно, отношение людей. Потому что люди, в том числе вот в этих утонувших регионах, по-прежнему кричат «Путин, помоги». То есть по-прежнему действует модель «Царь хороший, бояре плохие». Хотя, вы знаете, я вот видела один буквально эпизод. Я даже сказала, что как будто бы зародок мозга обнаружен на территории России. Слушайте, по какой причине у нас все молчат? Все центральные СМИ молчат, президент молчит, Песков молчит. Все как-то ушли в аут. У нас всю, можно сказать, центральную Россию топит, и все молчат. Причем, по всей вероятности, это вообще диверсия. По всей вероятности, все это сделано специально для того, чтобы был голод. Затопило просто поселки, села, деревни, снесло напрочь. Люди лишились всего. А президент сидит и молчит. Я считаю, никакой инаугурации, только отставка. В отставку Путина и в отставку всех губернаторов, всех мэров, глав этих поселений. Ты посмотри, как все топит. Если народ молчит, я не знаю, это шизофренизация реально населения. Почему народ молчит и не хочет себя же защитить, требовать для себя спасения. Я, правда, не уверена, что она находится на территории России, или же даже не уверена в том, что с ней произошло дальше, если она находилась на территории России. Но вот как-то мысль мне ее очень импонирует. По крайней мере, единственная проблема в том, что она пока одна. То есть армии поклонников за ее спиной я как бы не вижу. Тем не менее, если вернуться к заявлениям Лаврова, он еще много чего там наговорил. Рассказал о том, что в Стамбуле, когда были первые переговоры России и Украины, было очень прекрасное, неимоверное, увлекательное предложение было сделано России. Они предлагали, что в случае чего НАТО может вводить войска в Украину, свои войска в случае нападения России, но без распространения этого на Крым и Донбасс. Таким образом, как будто бы право НАТО распространяется на то, чтобы они защищали Украину, но чтобы Украина при этом в НАТО не вступала. Говорит, в Стамбуле предлагали, почему-то Украина не захотела. То, что вы предлагаете как бы Украине отказаться от своего статуса суверенного государства и отказаться от своих территорий, это Лавров немножечко упускает. Ну и, собственно, он говорит, мы сегодня полностью уверены, что СВО в Украине нужно продолжать. А мне вот интересно, если бы у Лаврова спросили, но у него не спросили, итог спецоперации в течение двух лет. То есть в чем? Покупать европейские товары с наценкой через Киргизию, полностью упустить из рук европейский рынок газа, построить пять домов в Мариуполе, утилизировать своих мужчин, стать изгоями для всего мира. Ну, то есть если вот это итог спецоперации, тогда да, все получается. Надо продолжать. Ну, вы совершенно справедливо заметили, что вот ему такие вопросы не задают. Значит, когда тут у Лаврова есть две позиции. У него есть два лица. Одно лицо, которое мы сейчас только что видели, это лицо, которое обращено к российским халуйским СМИ. Они сидят перед ним на краешке стула, ну, немножко увереннее, чем когда они задают вопросы Путина, там они просто стоят или лежат. Вот. Ну, с Лавровым, да, вот на краешке стула они сидят, заглядывают ему в глаза, и он, так сказать, ну, чего изволите, и он дальше, так сказать, вещает, вот, уверенно, брутально, значит, рассказывает все, что он хочет, врет, как сивы мерин. А вторая, вторая, и там действительно не спрашивают его, не про вот все эти вопросы, а что добились, а где вообще Киев за три дня аж, а почему так, почему что-то пошло не так. Таких вопросов бестактных никто, естественно, Лаврову из российских СМИ не задает. А другая его позиция, когда ему задают такие вопросы, это бывает иногда, когда он присутствует, ну, все-таки он изображает для себя министра иностранных дел, поэтому иногда он встречается с иностранными журналистами, когда совершает там какие-нибудь поездки, ему задают такие вопросы. И тогда мы видим другого Лаврова, у него есть такой фирменный кашель, значит, который использует такой неопределенный артикль бля. Вот это вот, ну, это такое слово, которое он постоянно использует, когда общается с зарубежными журналистами. Дебилы, соответственно, с этим артиклем и так далее. Вот он постоянно использует почему-то такую лексику. Как-то вот, и постоянно, постоянно говорит людям, когда его спрашивают вообще, а куда, что вообще происходит, и чего хочет Россия. И вот он реагирует именно таким вот образом. Значит, то есть любой неудобный вопрос, он просто начинает материться. Ну, слушайте, дипломат же все-таки, правда ведь? Это, кстати говоря, это нынешнее лицо российской дипломатии. Это лицо Лаврова, это лицо Небензи, это лицо... Ну, извините, что я использую слово «лицо», потому что, ну, вроде как, я-то... Я же тоже когда-то, вот, совсем недавно еще преподавал МГИМО, поэтому стараюсь использовать такую цензурную лексику. Вот это лицо Марии Захаровой, вот это вот лицо российской... Или того, что считается российской дипломатия. Вы про лицо дипломатии вспомнили, а я хочу про лицо оппозиции еще добавить, потому что вышла обложка «Тайм 100» и на обложке Юлия Навальная. Украинцев появление Юлии Навальной возмутило, потому что, как бы, изменило в мире примерно ничего. Сама Юлия Навальная сказала о том, что мы тут в Украине себя не очень правильно ведем, потому что нам нужно поддерживать оппозицию, нам нужно поддерживать тех, кто хочет что-то поменять на территории России. И, собственно, есть на территории России те, кто против Путина. И вообще она назвала войной Путина, а не войной российского народа. Так вот, мы тут пытаемся выяснить, все же есть повод Юлии Навальной дорекать украинскому народу и украинской власти, или же нет. Здесь, вот в той теме, которую вы обозначили, есть несколько компонентов. И они очень важны, мне кажется. Значит, к Юлии Навальной и к ее позиции мы сейчас буквально через секунду вернемся, но сначала я хочу сказать про обложку. Это же важно, я же все-таки журналист, поэтому и в свое время именно журнальный журналист, поэтому мне близки вообще понятия журнал, обложка и так далее. Откуда взялась обложка? Сто наиболее влиятельных политиков, и там лицо Юлии Навальной. Причина предельно простая. Дело в том, что одним из событий мирового масштаба, который действительно был зафиксирован, и на который был огромный резонанс, это было убийство в тюрьме Алексея Навального. И значимость этого события как раз характерна, она показывает то, что по этому поводу была резолюция Европарламента, вернее, парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой были очень важные вещи, в которой было сказано, что Путин никакой не президент, а диктатор, в которой было сказано, что Гундяев, который под прикрытием исполняет роль патриарха всей Руси, является пособником Путина, было сказано о том, что, кстати говоря, очень важная позиция, очень важная позиция, что НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы российские, являются законной целью Украины, тоже важная позиция. Ну и было названо 30 человек, которые являются убийцами Навального. Это важная история, то есть это, на самом деле, новость, которая была в основе. Путин убил в тюрьме своего главного оппонента, Алексея Навального. Это очень важная история. Юлия Навальная вошла в этот топ-100 влиятельных политиков мира, извините, оговорился, потому что по одной единственной причине, потому что она вдова Навального. Это единственная причина. То есть, что называется, ну, как в советском фильме говорилось, ничего не сделала, только вошла. То есть она сама ничего пока для этого не сделала. Она вдова Навального. Поэтому мировая общественность воспринимает ее вот именно таким образом. Поэтому с ней встречается Байден, поэтому с ней встречаются, ее приглашают на все вот эти вот трибуны, с которых она выступает. Она, конечно же, пока ничего, ну, не скажем слово пока, будем считать так вот, ну, некоторой фигурой вежливости, но пока она ничего для этого, для того, чтобы оправдать этот аванс, ничего не сделала. То есть, на самом деле, ну, это, ну, опять-таки, это выражение сочувствия и вот потрясения, которые Запад испытал, узнав о том, что Путин убил в тюрьме своего главного оппонента. Ну, это все-таки для нормальных людей это некоторые потрясения, неожиданность. Поэтому Запад отреагировал именно на такие вопросы. Это что касается того, что, так сказать, вот, почему она оказалась на обложке. Понятная вещь, эмоции. Это эмоциональная реакция Запада. Ну, я думаю, что пройдет. Значит, теперь, что касается самой Навальной и вообще отношения к оппозиции. Я абсолютно убежден в том, что российская оппозиция, российский оппозиционер, не имеет ни малейшего, то есть противник Путина, не имеет ни малейшего права сейчас высказывать какие-то, какой-то критический, делать какой-то критический разбор позиции украинцев. Просто это неприлично. Значит, я прекрасно вижу какие-то проблемы в том, что находится внутри Украины. Я вижу проблемы, связанные с политикой, с какими-то выступлениями политических деятелей, журналистов и так далее. Но я абсолютно убежден, что человек, у которого российский паспорт, а у меня российский паспорт, не имеет никакого права рот открывать по поводу того, что происходит внутри Украины. Ну, просто потому что это неприлично. Понимаете? Ну, есть понятие совести, есть понятие ответственности. И мы ответственны. Тут надо отделять коллективную вину от коллективной ответственности. Вина бывает только индивидуальной, поэтому говорить о том, что там мы все виноваты, это глупость. Это практически означает, что Путин тогда точно так же, как и мы все виноват, уравнивание. А вот коллективная ответственность, она есть. Она заключается именно в том, что, ну, если у нас есть совесть, если мы считаем, что мы тоже граждане России, мы не отказались от российского паспорта, если мы не сказали, что все, я это все сжигаю, я больше не россиянин, я теперь немец, индус, испанец и так далее. Если мы не отказались от того, что мы россияне, нормальный человек, в общем, ну, как правило, этого не делает, хотя бывают случаи, когда человек говорит, все, я ударился об землю, я больше не россиян. Ну, тогда на здоровье. А если нет, если ты российский оппозиционер, ты не имеешь права, ни малейшего права, критиковать Украину. Просто не имеешь права. Для этого есть украинцы. Понимаете, для этого. Это задача других людей. Просто задача других людей. И украинцы вполне себе справляются с задачей критики своего президента, критики своего правительства. Вполне себе справляются. Вот здесь совершенно не надо чужие задачи на себя брать. И последнее, что я по этому поводу хочу сказать, что среди российского протестного антипутинского движения есть люди, которые действительно заслуживают поддержки. Но это совершенно не фонд борьбы с коррупцией. Это прежде всего те люди, которые сейчас сражаются плечом к плечу с вооруженными силами Украины. Это добровольческие подразделения, это Легион Свобода России, это Сибирский батальон, это Русский добровольческий корпус, это Ичкирийские добровольцы, которые сражаются и уничтожают российских оккупантов. Вот они и те, кто их поддерживает, финансово поддерживает, это те люди, которые в российском протестном движении заслуживают поддержки. Вот это, с моей точки зрения, вот какая-то очевидная, настолько очевидная истина, что такие люди, как члены команды... Кстати, Навальный в конце, уже находясь в тюрьме, он примерно такую позицию занимал. Примерно такую. Не утверждаю, что он говорил то, что я говорю, но примерно эту позицию он занимал. Он полностью поддерживал Украину и был крайне далек от каких-то критических высказываний в адрес Украины. Жалко, что Юлия Навального, которая сказала, что она поднимает знамя Навального и теперь будет выполнять его, так сказать, станет на его место. Жалко, что она здесь, ну, как-то не очень последовательна. Про лицо МИДа сказали, про лицо оппозиции вспомнили. Давайте про лица российских телеэкранов, потому что, ну, куда же без них? Тут Скобеева вышла в люди. Пошла, значит, блогеров и журналистов учить бороться с фейками. На всероссийском форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Ну и, собственно, начала она с того, что факты не так уже важны для деятельности информационного фронта. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правды нет. Ну, то есть не важно, что был нанесён удар. Ну как, важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии для нас всё то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. Как вам такое? Я бы сказала, как тебе такое Илон Маск, но Илон Маск, по-моему, полностью продался в этом плане. Поэтому просто спрошу у вас, Игорь Александрович, как вам такой курс молодого бойца? Я считаю, что вот это тот случай, когда вот комментировать, это только портить. Понимаете? Вот только портить. Есть ещё минута её текста, можем просто послушать без комментариев. Давайте, ну потом всё-таки я буквально полсекунды скажу, потому что, ну вот, ну это красиво. Если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться государственной точки зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовёт наверняка пропагандой. Но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация, которая преследует к огромному сожалению чьи-то цели. Пропаганда как таково не работает. Вот с точки зрения молодёжи. Как можно донести до людей, что это всё максимально важно? Я занимаюсь молодёжной политикой, я веду студенческие СМИ, а люди как будто не интересуются этим. А как принудить людей, чтобы они сами захотели этим заниматься? Агрессивно, она же сказала. Иногда и агрессивно приходится, ну что поделаешь. Ну да, вообще тут понимаете, действительно комментировать сложно, потому что когда человек сам занимается самопародией, ну как можно комментировать Орла? Да, то есть вот и здесь только одно, значит, это классический выбор. Она, значит, она действительно, действительно, невероятно откровенна. Невероятно откровенна. Может быть, впервые в своей жизни. Возможно, да. Она действительно говорит правду. Она действительно говорит, мы врём, мы врём, мы вам врём, и будем, врали, врём и будем врать, потому что мы такие, мы продажные, мы, так сказать, вот на службе у государства, у фашистского рейха и будем продолжать врать. Геббельс наш брат, наш учитель, рулевой, значит, ну, соответственно, там ещё есть Гиммлер, который, если что, придёт на помощь. Если вы не понимаете, вот этому молодому человеку она говорит, если вы не понимаете, не верите Геббельсу, вам Гиммлер всё объяснит. Вот. Ну, а для украинцев есть Геринг. Ну, вот примерно так. То есть, в конечном итоге, вы знаете, это, вот, это началось довольно давно. Первым подобного рода высказывания было у Мединского, в его, кстати говоря, диссертации. Мединский – это самый главный исторический врань России. И вот, у него в диссертации было такое понятие, что такое историческая правда. Историческая правда – это то, что соответствует интересам нашего государства. Точка. То есть, это значит, что нет никакой исторической правды. Вот, считаете вы, что, так сказать, Украины никогда не было, а это сейчас выгодно, значит, вот, не будет никакой Украины. Считаете вы, что, например, там, условно говоря, так сказать, Россия была всегда святая Русь и всегда во все времена она, так сказать, никогда никого не завоевывала. Ну, значит, это и будет правда. Считаете вы, что Россия всегда была родиной слонов, и все научные открытия совершались в России, несмотря на то, что до XVIII века в России вообще не было ни одного ученого. Ну, это, вот, это исторический факт, он неправильный, поэтому мы его убираем. Он не соответствует интересам России. Поэтому нет никакой исторической правды. И здесь точно так же у Скобеева это получило более широкую трактовку, что нет никаких фактов вообще. Вообще нет никакой информации. Вся информация купленная. А то, что дважды два четыре, это вот как посмотреть. Это, знаете, замечательная вот фраза была у покойника Березовского. Значит, дважды два четыре, а мы покупаем или продаем. Вот, в этом смысле они тоже, как бы, наследники этого замечательного человека, который был одним из тех, кто привел, привел Путина к власти. Так что, вот, это все складывается. Действительно, она, ну, Скобеева все сказала. Пост правда. Что она говорит в своих эфирах? Я не знаю, может быть, она думала, что ни у кого нет с собой телефонов, и никто не будет это снимать, и это останется чисто между ними, вся эта ее пост правда. Но, тем не менее. А вот, что она говорит в эфирах? В тексте документ прямо говорится, что США теперь обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это действительно грозное оружие, которым Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому в Джанкое. Ну и самое интересное, в течение 45 дней после принятия закона проекта самоходный Байден обязан предоставить Конгрессу долгосрочную стратегию по Украине с конкретными целями для победы. Это означает только одно. Американцы полностью берут на себя контроль над ситуацией на войне. Вот, оказывается, это означает именно это. Мы-то думали, что это означает, что просто Конгрессу нужно понимать, как долго штаты будут поддерживать Украину, так как они обещали. Но, оказывается, нет. Оказывается, что это просто штаты берут на себя ответственность по каким объектам на территории Украины Россия будет бить и как долго у нее на это будет хватать ресурсов. В своих же эфирах она, собственно, правда, говорит и то, что не очень ей нравится, что Украина может теперь доставать до Джанкоя. Сказать, что у США есть какое-то сверхоружие, вот та самая Вундерваффе, которая может остановить. Нет. Мы прекрасно понимаем, что все технологичное оружие Украине уже было передано. Причем в тех объемах, которые, ну, пожалуй, уже для Запада являлись не то, что неподъемными, но максимальными. И сейчас все, что будет передаваться, это будет передаваться уже в гораздо меньших количествах, потому что большая часть этого биля это как раз то, что ориентировано на раскручивание производства в двух, трех, пятилетнем периоде. Есть в этом определенные самоуспокоения, и жители Крыма не дадут мне соврать, имею в виду Атакамсы, знаю примеры нанесения ударов по Крыму. Я еще раз подчеркиваю, что это не так небезопасно. Нет, если бы этого биля не было... Небезопасно, говорит, почему-то стало в Джанкой, как-то было безопасно, как-то был укреплен со всех сторон, как-то был защищен, так как Кремль, а может быть, и лучше, но в какой-то момент стало очень даже небезопасно в Джанкой находиться. Почему-то это очень волнует Скопееву, которая, напомните, когда мне была в Джанкой, ну, может быть, даже никогда. Тем не менее, как-то получается, НАТО участвует в этой войне, потом, оказывается, НАТО не участвует в этой войне, потом как-то есть какая-то вундервафа, потом какая-то нет вундервафа. Я так и не могу понять, все-таки, с кем они борются на территории Украины, ну, кроме того, что там блудница, кроме того, что там, демилитаризация, деноцификация, что они здесь делают, они понимают? Ну, это вам же объяснило Скопееву только что, что это зависит, и я добавил тоже немножко, это зависит от того, какая ситуация, мы покупаем или продаем. Значит, что соответствует в данный момент интересам? Значит, разговоры о том, что вот Запад, да, Запад действительно это замечательный пакет, который я очень надеюсь, что завтра все-таки будет проголосован, он многое изменит, если он будет проголосован, если эта помощь будет действительно реально дана, она многое изменит, но я должен сказать, что пока основные успехи и многие, по крайней мере, успехи вооруженных сил Украины достигаются с помощью украинского оружия. Ну, такой детский вопрос, значит, по итогам двух с лишним лет войны, а куда делся был такой Черноморский флот? Ну, был же, правда, я помню, в общем-то, в Советском Союзе еще был такой флот Черноморский, и из истории мы знаем, что у России был Черноморский, куда-то делся, а кто его утопил? Это что, его утопили какие-то западные средства вооружения? Нет, его утопили украинские надводные дроны, оружие, которое, и кто утопил крейсер Москву? Кто ее пустил на дно? Опять-таки, украинская ракета, кто утопил все остальные большие десантные корабли и прочее вооружение? Тоже украинские дроны, украинские надводные дроны, морские, украинское оружие. Кто сейчас обстреливает военные аэродромы, кто бьет по нефтеперерабатывающим заводам? Опять-таки, украинские дроны, которые на сегодняшний момент могут обстреливать всю европейскую территорию России. И пока еще не знаю, так сказать, но в принципе здесь уже говорят о разработке тяжелых украинских дронов, которые могут добивать на территорию более двух тысяч километров. А это, в общем, уже и Уралвагонзавод, это уже и Уралмаш, то есть, это уже основные военные заводы России. Так что здесь тоже большой вопрос. Кем они воюют? Ну, да, они действительно воюют, зависит от того. Если в данный момент пропаганде выгодно, то они воюют с Украиной. Если нет, то они говорят, да нет, там на той линии фронта нет никаких за вот этой нулевой линии, нет никаких дальше по ту сторону никаких украинцев. Там только английская и польская речь. Вот это то, что у Скобеевой постоянно звучит. Но опять, зависит от того, покупаем или продаем. Тут еще одна. Мы так пойдем по лицам российского телевидения, как бы это сейчас не звучало. У вас есть... Нет, я сейчас покажу видео, а потом мы с вами ответим на этот вопрос. Это выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Уже не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Конечно, Владимир Вольфович, царство ему небесное, является подтверждением того, что не все еще известно науке, а если что-то неизвестно науке, это совершенно не значит, что этого нет. Наука и проэлектричество еще совсем недолгое время назад в масштабах вечности не имела, никакого представления, по крайней мере, его не использовала, не говоря уже о мобильных телефонах и всем остальном, что нам сейчас привычно. Наука не понимает, как это вот бывают люди, которые способны что-то предвидеть. Они бывают. У вас есть объяснение, откуда такая любовь и восхищение Жириновским? Да, конечно. Просто вот этот персонаж покойный, он был той самой фигурой, которая, так сказать, была, ну, он продукт, безусловно, комитета государственной безопасности. Ну, я просто видел наглядно, каким образом он начал свое шествие, шествие, так сказать, во власть, ну, не во власть, а, по крайней мере, рядом с властью, в поддержку власти. Это был продукт комитета государственной безопасности, который был создан для того, чтобы с одной стороны, вроде бы, как имитировать какую-то оппозицию, а с другой стороны, говорить то, что Кремль говорить не хотел по разным причинам. Вот это вот матье сапог в Индийском океане. Владимир Вольфович на протяжении всей своей политической биографии нес полную лютую чушь. Разговоры о том, что и то, что, ну, вот даже тот фрагмент, который сейчас с таким восторгом, с таким придыханием процитировала, значит, Маргарита Симоньян, он показывает, что это просто полная ахинея. Значит, смотрите, в 2024 году Украины не будет. Мы сейчас живем в 2024 году, Украина есть. По-моему, сейчас не один сегодня, ну, даже самый оголтелый российский пропагандист не говорит, что в 2024 году Украины не будет. То есть, даже в самых, там, я не знаю, как горячечных мечтаниях никто не делает такой прогноз. Поэтому Жириновский, как обычно, соврал. Значит, разговоры о том, что Иран и так далее, ну, только что атака Ирана на Израиль закончилась тем, что, значит, в результате самой в истории, в истории Ближнего Востока массированной атаки, ну, все, что они смогли добиться, выпустив 300, 300 ракеты дронов, самый массированный удар, в результате, ну, немножко пострадала, ранена, была ранена одна девочка в, значит, в иудейской пустыне. Вот и все. Девочек, конечно, очень жалко, но она живая и с ней будет все, я надеюсь, в порядке. В Израиле очень хорошая медицина. Вот, но это скорее так, вот, знаете, как у Салтыкова Щедрина, от него безобразие добрые люди ждали, а он чижика съел. Вот, поэтому говорить о том, что вот Иран это какая-то великая страшная держава, которая, так сказать, вот вместе с Россией там в союзничестве. Да, это союзник. Это, то есть мы видим сейчас полный провал прогноза по Украине и полный провал прогноза по Ирану. Ну, а Дорог, он, что называется, любит его, конечно, не за это. Любит его за то, что он действительно был вот таким вот оголтелым, оголтелым мракобесом, который позволял себе многое из того, что Путин себе позволять не мог. Он таскал женщин за волосы, он, так сказать, приказывал своим охранникам изнасиловать беременную журналистку. То есть, ну, вел себя так, как Путин бы очень хотел вести, но не мог себе позволить. И за это его очень-очень любит российская пропаганда. Я напоследок хотела бы еще вот это вот видео тоже показать. И обычно, и чаще всего, Путин тоже говорит о том, что у него какие-то нескончаемый поток тех, кого он готов направить на войну в Украину и утилизировать. По 30 тысяч в месяц прямо очереди стоят из желающих пойти на войну в Украине. Но мы видим, что за эти два года очень изменились расценки того, сколько предлагают за убитого. Не то, чтобы жизнь человеческая начала оцениться на территории России, но эти расценки они как бы растут. Это означает, что за старые суммы не очень-то находятся желающие. Или я ошибаюсь? Или просто государственный бюджет России настолько велик, что может позволить себе платить вот такие вот сумасшедшие деньги? Ну, во-первых, это все-таки это все-таки не государственный бюджет, это региональные бюджеты, это единовременная выплата. Дело в том, что, да, действительно, вы абсолютно правы. Путину надо, во-первых, затыкать дыры, которые образуются как-то естественным образом. Российские оккупанты переселяются, так сказать, в пакеты в черные или укладываются в украинские черноземы. Надо затыкать эти дыры. Ну, примерно там. Я сейчас очень грубые цифры скажу. Они очень примерно ориентировочные. В день примерно по тысяче. Тысяча, полторы, иногда больше, иногда меньше российских оккупантов переселяются в черные пакеты. Ну, и, соответственно, в день примерно такое же количество людей нужно набирать для затыкания дыр. Ну, плюс к этому они же готовят еще, Путин же готовит еще летнее наступление. Поэтому, условно говоря, где-то надо брать примерно 300 тысяч человек. Значит, вот какая-то естественная такая мобилизация. Да, есть призыв, из которого в дальнейшем тоже можно устроить мобилизацию, но, потому что это, в общем, тоже такие перетекающие друг к другу сосуды. Но, в целом, конечно, основная мотивация это деньги. То есть, россиян, поскольку никакой причины, по которой россиянин должен идти убивать украинцев, ну, есть садисты, которым это очень нравится, но все-таки это недостаточное количество людей. А в основном это деньги. Значит, 200 тысяч, да, для совершенно нищих регионов, таких как Тыва, таких как Бурятия и целый ряд других, там, республики Северного Кавказа, для них это действительно деньги, 200 тысяч. Ну, там уже кончаются люди, там уже кладбище в огромном количестве, поэтому надо что-то делать. И поэтому, значит, Кремль обложил оброком регионы, и вот сейчас вы видели, вы сейчас все показали, по миллиону в среднем, по миллиону они доплачивают. Это единовременная выплата, регионы, обложенные оброком, они платят тем людям, которых они мобилизуют на эту войну. Это уже миллион, это уже сумма, да, это единовременная выплата, но это сумма, которая, ну, что это такое в регионах. Миллион это сумма, которая достаточно, ну, например, для, так сказать, первоначального взноса в ипотеку. И это уже серьезный мотив, то есть, учитывая то, что, в общем-то, цифры потерь скрываются, россияне просто не понимают, многие из тех, кто подписывает этот контракт, они не понимают, чем это закончится. закончится это не ипотека, а закончится это вечным жильем, так сказать, два метра на один, на два на один метр, так сказать, где-нибудь в украинском овраге. Или, так сказать, еще меньшим, на меньшем временным жилищем в черном пакете, в котором его привезут назад. Это, так сказать, этот прогноз, он в данном случае отсутствует. А есть представление, вот миллион, пожалуйста, за миллион купил там себе или детям ипотеку и тем самым, так сказать, ну, что называется, решил многие вопросы. То есть миллион это действительно та сумма, которая мотивирует. Но в конечном итоге я думаю, что и этот ресурс тоже закончится, правда, не скоро. К сожалению, это будет не скоро. Ресурсов продолжать войну у Путина достаточно, народу в России достаточно много и пока эта война явно затягивается. Но вот единственное, что можно сказать хорошая новость, о которой вы тоже сказали, это то, что завтра вполне возможно будет голосование по пакету помощи Украине и это может существенно ускорить окончательное решение окончательное решение вот этой войны. Это может в конечном итоге превратить эту затянувшуюся войну в какую-то серьезную победу Украины. На что мы все очень надеемся. Игорь Александрович, спасибо вам за комментарии и за то, что мы молча послушали Скобееву, потому что ну что тут комментировать. Да, это было сильно. Спасибо, Екатерина Валерьевна, желаю вам успехов, хороших вам выходных и до встречи. До наступной встречи в эфире. Кажу, дякую всему, кто был с нами, дякую за ваши вподобайки и коментарии, дякую, что смотрите, и подписывайтесь на YouTube канал 24 каналу, ну и, известно, на остаток скажу традиционно слава Украине, героям слава, и смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимось с вами и па-па. Субтитры сделал DimaTorzok